Здравствуйте, дорогие подписчики! Тема у нас сегодня будет связана с знаниями, которые всплывают по мере духовной практики как результат раскрытия нашего внутреннего потенциала, как память прошлых воплощений, как воспоминания, которые хранятся у нас в наших духовных астральных телах. И этот элемент, на самом деле, будет удивлять, наверное, на протяжении всего нашего развития. То есть не будет так, что пройдёт 10 лет, и когда будет какое-то интересное откровение, мы не удивимся. Будет удивление всегда, потому что это действительно интересно. Вообще духовная практика — это очень интересный процесс познания самих себя, своего потенциала, своих возможностей, своих ресурсов, своего прошлого, своих прошлых воплощений. Это действительно интересно и познавательно. И на этом примере действительно человек становится другим. Когда мы понимаем, что проблема не вовне, а внутри нас самих, мы действительно начинаем по-другому относиться к жизни, к миру, Вселенной и так далее. Поговорим сегодня о священных реках. Сегодня тема будет связана именно с нашими божественными созданиями, которые существуют на территориях всех государств. Это реки. В наше время мы, конечно же, относимся без какого-то почтения к рекам. Но на самом деле реки обладают элементом святости, они действительно священны. В одной из медитаций так получается, что, когда я выкладываю материал, связанный с практикой, с элементами духовной практики, учитывая то, что это довольно сакральные знания, сокровенные, они извлекаются мной из духовного тела или транслируются из духовного тела. Естественно, там очень чистая энергия. Но когда данные знания даются на всеобщее обозрение, естественно, какой-то процент людей находится в состоянии нечистого ума, и, соприкасаясь с этими знаниями, происходит оскорнение. Оскорнение самих знаний, естественно, это бьёт в некоторой степени по духовному телу меня самого. По мере самой духовной практики, естественно, всё это очищается, все эти оскорнения сжигаются впоследствии, но каждое видео сопровождается такой реакцией. И в зависимости от того, какой материал доносится, разные реакции бывают. То есть не бывает всегда одинаковых, реакций кармических каких-то. То есть сами понимаем, что процент духовных практиков довольно маленький. И в основном, если рассмотреть общество, то процент людей, которые интересуются духовными знаниями, он, наверное, я даже не знаю, сколько это сказать, может быть, процент от ста процентов общества, только один процент занимается духовной практикой. Или духовными практиками. Естественно, в разных традициях по-разному. Я говорю о традиции индуизма, о йоге. То есть сами понимаете, что это процент небольшой. Но даже в этом небольшом проценте все равно присутствуют люди, которые находятся на начальном этапе своего развития. Естественно, там довольно много всевозможных и нечистых карм в том числе. Существуют те, кто давно занимаются. Естественно, всё получше. А есть всевозможные паразитические существа, которые не принадлежат духовной традиции, но всячески в ней стараются пребывать, дабы черпать оттуда какие-то свои а-ля реализации. То есть общество, оно очень и очень разнородное. Точно так же, как в обществе существуют очень разные люди, и точно так же и в среде духовных практиков существуют очень разные типажи людей, практиков, которые по своей сути сильно отличаются. Естественно, когда люди получают такие знания, то если человек находится не в чистом состоянии, то как бы это выразить, то есть если человек находится в состоянии атеизма и смотрит видео, связанное с какими-то духовными возвышенными знаниями, и при этом он не находится в состоянии ученика, не пытается черпать знания, а в состоянии определённого критикана, то такой человек совершает оскорбление аппарат. И в моём случае я это буду чувствовать, допустим, и, естественно, те люди, которые совершают оскорбления, накапливают неблагоприятную карму, они также получают аппарат, которые впоследствии влияют на их судьбу. Вообще тема аппаратов довольно сложная, её всевозможные формы оскорблений относительно духовных энергий ни в коем случае нельзя совершать, потому что эти кармы самые сложные в процессе отработки, то есть они сразу ухудшают судьбу на десятки, сотни и даже тысячи жизней. Это действительно так. То есть какой-то материальный поступок, совершённый в человеческой жизни, не столь действенен, как поступок, совершённый в отношении духовных каких-то энергий. Поэтому относительно духовных энергий, духовных традиций, нужно быть очень-очень аккуратным, переборчивым, то есть понимать, что говорить можно, что говорить нельзя и так далее. Но для чего я всё это рассказываю? Чтобы мы понимали, что каждый ролик, каждое видение, которое я выкладываю, я впоследствии чувствую на своём примере определённые ухудшения. Эти ухудшения удерживаются день-два обычно, иногда три, иногда и до недели, но это уже отдельные случаи. Но впоследствии происходит восстановление, то есть энергии восстанавливаются, и опять медитация идёт на том же самом уровне. И вот однажды в состоянии медитации, начитывая мантру, я оказался вне физического тела и обратил внимание на то, что я слишком тяжёлый. То есть я, рассматривая себя, своё духовное тело, я понимал, что я вот сейчас, находясь в этом месте, я совершенно не могу взлететь, я не могу подняться в какой-то духовный мир, я не могу быстро перемещаться. То есть я перемещаться могу, но какой-то я неповоротливый, и слишком много каких-то таких тяжёлых карм, энергий в астральном теле. То есть я в буквальном смысле видел вокруг себя такие, знаете, темноватые оттенки. Вот это я очень мягенько так рассказываю. Естественно, в таком состоянии ты становишься таким тяжёлым, неповоротливым, неуклюжим. Вот. И именно в этот момент я подумал, что самый лучший способ избавиться от этих нечистот, нечистых энергий, это совершить омовение. И что самое интересное, эти знания, они всегда всплывают, когда я нахожусь в астральном теле, и это связано с тем, что, по всей видимости, в прошлой жизни я жил в Индии и очень много выполнял практик, связанных с почитанием мест силы, с почитанием священных рек, когда происходит омовение священной реки. И, естественно, эта практика, она укоренилась в астральном теле, в духовном теле. Вот. То есть этот процесс, он мне очень-очень знаком в силу того, что я его делал очень много. И когда находишься, допустим, в тонком теле, в духовном теле, да, эти воспоминания, они просто в раз и приходят. И ты понимаешь, ага, ну, чтобы сильно не, как бы, не переутомлять, допустим, самого себя, чтобы не сидеть там часами, медитаться и не пытаться всё это исправить, достаточно довольно просто совершить омовение в какой-нибудь священной реке. Вот. И я таким образом смогу очиститься и очень быстро. Такая практика действительно существует. Я своим друзьям, ребятам из Москвы давал эту практику, объяснял, что очень благоприятно, ну, допустим, каждый день, желательно рано утром, встаём на работу, встали приблизительно минут на 15 раньше относительно подъёма, и все эти 15 минут мы как бы совершаем практику омовения в священной реке. Очень хорошо, если мы были уже в Индии, у нас есть какой-то опыт, например, омовения в священной реке, в Емуне, вот, и мы вспоминаем, да, если у нас есть такой опыт. Если у нас нету, просто вспоминаем, ну, или медитируем на то, что мы совершаем омовение в священной реке. Опыт у нас омовения в священных реках есть у всех, да, то есть мы купались в реках, у нас их на территории лучшего Советского Союза очень много, опыт есть. Вот, соответственно, приблизительно точно так же и в Индии. Точно таким же образом происходит омовение и в Индии, только там, ну, естественно, свои особенности. Допустим, если это ганга, то она в самом начале очень такая чистая, красивая, вот, чуть ниже она становится все более грязная, 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 и там она уже течет, ну, не очень чистая. Емуна, она более грязная, да, она вода мутная, вот, вот, то есть как бы реки в Индии, они довольно разные, все разные. Мы, например, когда были на юге Индии в городе Шри Рангам и ходили в одно из мест омовений. Место омовения связано именно с священной рекой Кавери, там есть небольшой храм посвященный, да, и это место, оно связано непосредственно с почитанием богини Кавери. И что самое интересное, когда ты совершаешь омовение у самого берега, да, вода довольно мутная, а вот когда выходишь на середину реки, а там везде по колено, ну, по пояс, по колено, по пояс, по колено, чуть есть поглубже, но там нужно чуть ли не километр идти. То есть река довольно широкая и в середине она очень чистая, очень чистая, и это действительно такое нектарное состояние, хотя у самого берега, конечно, она грязноватая. Скорее всего, все-таки сточные воды оскверняют, ну, сливаются в священную реку, как бы, и дают такой осадок неполезный. Вот, но чтобы совершить омовение, надо проходить чуть подальше. Вот. То есть все реки разные. И в состоянии медитации пришло понимание того, что я не буду сейчас вот какие-то техники делать там, ходить в состояние созерцания, чтобы избавиться от этих нечистых карм. Я сейчас полечу в Индию, вот, в одну из священных рек. Опыт у меня есть, я там был уже не раз. Вот. Совершу омовение. Это состояние медитации уже в параллельном измерении я так размышлял. Вот. Совершу омовение, быстро очищусь, ну, и продолжу свои какие-то путешествия. Вот. Но переместиться сначала я решил слетать простите, к священной реке Емуни во Вриндауну. Для меня это такое, знаете, очень святое место. Вот. Но когда я туда добрался, ну, когда я переместился, да, я понял, что я настолько тяжёлый и настолько препятствующих энергий много, да, что... Ну, такое часто бывает, когда человек испытывает какое-то чувство зависти, он начинает думать, что вот как бы создать мысленные такие препятствия, чтобы там у тебя ничего не получилось, чтобы у тебя там, да, и такие мысли довольно часто бывают у других людей, да, и как это видится при попытке что-то сделать относительно задуманного, да, в астральном мире, это не получается, потому что ты становишься тяжёлым, вязким и поворотливым, энергии мало, утрачивается осознанность, она всегда понижается, да, и ты такой становишься какой-то такой неуклюжий. Вот, и у меня в этом случае... Я сразу понял, да, что вот я нахожусь перед рекой, я не могу совершить омовение, потому что у меня недостаточно осознавания, какие-то осквернения, какие-то такие грязные, нечистые энергии, я не могу сделать омовение в священной реке Ямуне, да, нет эффекта, нет эффекта очищения. И я подумал, ну ладно, не получается в этой священной реке, я перемещусь в другое место. И я переместился в город Ришикеш, я подумал, что, ну, теперь я совершу омовение в Ганге, Ганга нам очень красивая. А вот сам по себе Ришикеш, да, вот у меня такой жуткий осадок остался, да, всем друзьям я, конечно, буду советовать, наверное, ехать лучше во Вриндаву. Ришикеш очень грязный город, энергетический, он очень тяжелый. И я думаю, что для практики сам по себе Ришикеш не годится. Интересно, конечно, там съездить, посмотреть, но он какой-то, знаете, хаотичный, разбросанный, да, то есть один Ашрам находится с одной стороны реки, другой с другой стороны. Там одно место, там другое. Очень много отелей, и отели очень-очень разные, и все они заточены на то, чтобы только заработать денег, да, то есть как-то так. Все просто думают про то, что надо вот заработать побольше денег с туристов. Вот. А каких-то серьезных школ там, ну, не знаю, по-моему, их там нет. Вот. Серьезные школы имеются в виду, что действительно занимаются не просто физухой какой-то в стиле йоги, да, а действительно, чтобы какая-то духовная реализация была. Вот. Я слышал, что Свами Шивананда, кстати, Свами Шивананда, это, наверное, один из учителей, которые находятся не в традиции вайшнавизма, но к которому я очень хорошо отношусь. Свами Шивананда, это, наверное, один из учителей, которые, ну, как по мне, так достойны уважения. Но все равно это все-таки Майявада, да, это такой себе. Шаткич. То есть уважение есть, но не более. Вот так вот он тоже был в Ришикеше, он начинал с Ришикеша. Так, это немножко другое, уже отвлекся. Вот. И я в состоянии медитации переместился в крике Ганга, в Тревеник-Хат, это голый город Ришикеш. И думаю, сейчас я здесь совершу омоление, вхожу в воду, но я понимаю, что нет какого-то благословения, нет контакта. Опять препятствия, опять энергия, опять мне что-то мешает. Да, и такое ощущение, что кто-то или что-то медитирует, создает какие-то препятствия, думаю, да что ж такое-то, да. И выходя из воды, я понимаю, что я не получил благословения, не получилось очиститься. Но тут приходит такое, знаете, очень интересное понимание, что я все равно всех перехитрю, переиграю. И далее я понимаю, что если я совершу, поскольку все реки священные, то я точно такое же омоление могу совершить, допустим, в России, в реке Волга. И я таким образом смогу всех переиграть, перехитрить, да, чтобы не бороться с этими кармами, чтобы божественная вселенная, да, чтобы божества, они просто вернули эту неблагоприятную карму этим не совсем хорошим недоброжелателям каким-то. Ну, я вообще человек не злопамятный, вот, но этот элемент использую, да, то есть если есть возможность вернуть негатив, вот, я с удовольствием это делаю, без всяких зазрений совести, тем более если они в ведах упомянуты, то это будет все честно, да, то есть это не будет какое-то злопамятство с моей стороны. Вот, и я переношусь, причем спонтанно, друзья мои, понимаете, вот эта мысль как бы, ну, типа я все равно всех переиграю, переношусь к священной реке Волги, и я понимаю, что вот здесь вот, поскольку я про Волгу не записывал, точнее я записывал 2-3 видео, да, но эти знания, они не столь ценные, не столь вызывают доверие у людей, поэтому никто на них, скорее всего, внимания не обратил, а все зациклены на священных реках в Индии, вот, то никто не обратил внимания на Волгу, и я вхожу, начитывая мантру, я вхожу в воды Волги, совершая моления, и я вижу, как мое духовное тело насыщается чистым, голубым, сияющим светом. Это такой нектар, и я в действительности, я испытал такое духовное, трансцендентное какое-то наслаждение, я понимаю, что ведь все священные реки дают благословение. Не обязательно стремиться к Емуне, если мы, допустим, в России, то достаточно почитать наши местные священные реки, они также обладают святостью, и не меньшей святостью, причем, скажу даже больше, из-за того, что, по всей видимости, кармическое напряжение в Ганге, или же Емуне, или других священных реках Индии, оно намного больше, потому что там люди действительно с почтением относятся, то к Волге уважительно никто не относится, и богиня Волга, она не забирает кармы людей, которые совершают, купаются просто, она их не забирает, потому что нет духовного контакта, нет сердечного контакта между Божественной Матерью, Божественной Энергией и самим преданным. И отсюда благословения, которые, как это происходит, когда совершаешь омовение, то обычно где-то после 8-го, 10-го, иногда после 20-го омовения, вот эти вот негативные кармы, они как бы отходят, исчезают, и изнутри начинает сиять очень красивый свет, голубой свет, очень яркий, ты сияешь, как некое такое божественное голубое солнце, но здесь, в Волге, я со второго раза, я первый раз совершил омовение, приподнялся, вдохнул, опять совершаю омовение с молитвой, я с закрытыми глазами опускаюсь в воду, я понимаю, что я уже, я вижу себя в состоянии чистого голубого сияющего света, я уже получил ударшин священной реки со второго раза, хотя в Индии и в реках у меня немножко дольше все это происходит, я понимаю, что вот оно, вот оно благословение и, да, как бы, оно не меньше, оно не уступает благословениям других священных рек, да, есть какие-то особенности, есть какие-то нюансы, но мы все разные, точно так же и священные реки, они разные, и мы на чем-то отличаются от Ганги, Ганга отличается от Кавери, Кавери отличается от Хим, или от Гаматы, или еще от каких-то там священных рек. И этот элемент, он меня, конечно, так воодушевил, потрясся, и я с таким наслаждением, действительно, друзья, я с таким наслаждением совершил омовение, но еще раз хочу сказать, эту практику можно и нужно, я думаю, что в Волге многие купались, как правильно совершать омовение, вообще эти техники или практики описаны традицией индуизма, я думаю, что кто захочет, те поищут информацию, информацию можно искать относительно любой реки, омовение, допустим, в Ганге, в Ямоне, и принципы, принципы омовения можно использовать и к Волге относительно, и к, какие там у нас еще священные реки есть, Ака, Кама, да, и так далее, вот, и относительно других священных рек также можно совершать омовение с должным почитанием, также получать благословение. Вот, как осуществлять подобное омовение в домашних, ну, в обычных условиях, когда мы, допустим, находимся у себя дома, да, мысленно представляем, что мы опускаемся в воду, обращаемся к богине реки, Бога, Божественная Мать Волга, пожалуйста, благослови меня. Если у нас есть какая-то просьба, обращаемся и просим, благослови, чтобы у меня там вот это, вот это, вот это, вот это получилось. Вот, можно совершать, можно давать какие-то небольшие обеты или большие обеты, это уже на наше усмотрение, да, я в благодарность, допустим, вот, не буду ругаться целый год, не буду использовать матершинные слова какие-то, буду, или я буду всегда правдивым или правдивой, вот, не буду врать, вот, или же я перестану есть мясо, а ты мне помоги вот реализовать вот это, вот это, вот это, вот, ну и так далее, да, то есть такая, такие вот связи, они создают принцип обета, и когда мы соблюдаем обет с нашей стороны, водяня Волга будет соблюдать обет со своей стороны, вот, и совершая умовение, я уже в таком, знаете, взлетаю в состоянии чистого голубого сияющего света, я думаю, дай-ка я сейчас слетаю к себе на родину, у меня там Днепр, ну как бы, я записывал ролик, что Днепр, это не совсем подлинное имя данной священной реки, да, богиня называется по имени Слаута, вот, когда я обращался в предыдущем ролике, я записывал, да, я объяснял, что богиня явилась именно после, когда я обратился к ней по ее имени, а на имя Днепр она не отзывалась, ну, Днепр, она какой-то мужской, вот, по имени Слаута она отозвалась, я видел богиню, я получил богословение, вот, и я думаю, я так подумал, а будет ли тот же самый эффект, который я получил в Волге и на Украине, даже с учетом того, что там сейчас военные действия идут, там все очень трудно и тяжело, будет ли эффект от того, что я совершу омовение в Днепре, и следующий момент, я уже в следующий момент я перенесся так же в Днепр или же в Слауту, но обращался я как к Слауте, я обращался к Божественной Мать Слаута, пожалуйста, благословите меня, очистите меня, ну и так далее, у меня как бы свой набор, то есть я его не озвучиваю, а это все индивидуально, да, то есть если есть общая структура, молитва или обращение, а есть нюансы, которые мы уже должны сами дорабатывать, каждый там вставляет какие-то свои просьбы, свои, да, то есть можно импровизировать, не бойтесь, не стесняйтесь, не надо там бояться и думать, что вот это слишком много, это слишком материально, нет, если у нас есть материальные проблемы, тоже просим, если у нас есть духовные какие-то трудности, тоже просим, пожалуйста, избавь меня от лени, пожалуйста, избавь меня там от материальных трудностей, проблем и так далее, сделай мне благополучие, дай мне духовное развитие, дай мне всё, дай, 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 не бойтесь просить. Духовные существа, они спускаются на землю для того, чтобы мы находились в состоянии просьбы. И когда мы создаём такие просьбы, мы создаём причинно-следственные связи с данными божествами. И впоследствии эти причинно-следственные связи, они, укрепляясь, они ведут нас в духовный мир. Так создаются эти самые взаимоотношения, связи для того, чтобы мы имели возможность получать благословение от старшины из духовных миров и так далее. Ну и в общем-то в Днепре, когда я совершил омовение, причём в Днепре я совершал омовение в районе Черкасс, там есть большой мост, когда ты его переезжаешь. И я, когда юношей был, очень часто ездил на поезде через этот мост и восторгался этой широкой, красивой рекой. И мысленно я прямо в центре реки совершал омовение, обращаясь к Славуте. И я также видел свет, я видел также благословение, но в данном случае было видно, что в Священной реке тяжело, то есть у неё такие тягостные энергии. Она находится в состоянии оскорбления или осквернения, тягот каких-то. То есть она находится в состоянии какого-то такого изгнывания, я бы сказал. То есть ей тяжело, ей очень тяжело. Но благословение я получил. Почему тяжело? Скорее всего, это связано с войной, скорее всего, это связано с военными действиями, связано с тем, что на Священной реке гибнут люди, происходят боевые действия. Плюс, естественно, нет почитания Священной реки. Но это такой момент. Это качество Кали-Юги. Сейчас подобная ситуация есть везде. Но если сравнивать Славуту, или же Днепр и Волгу, Волга, конечно, помощнее была. Славута так не менее значимый свет, не менее, но ей в нынешнее время очень тяжело. Вот такое вот очень интереснейшее видение было относительно наших священных рек. То есть я в любом случае переиграл. Расскажу еще одно интересное видение. Тоже связано с неким давлением, которое было. И также в состоянии медитации, начитывая манкру, я оказался вне физического тела. Сейчас постараюсь сформулировать. Я также чувствовал какую-то тяжесть. И мне очень хотелось получить какое-то благословение такое, чтобы, знаете, как это сказать, чтобы какие-то божественные энергии проявились в моем случае, чтобы я получил какой-то божественный даршин. Поскольку те события, которые, допустим, происходят сейчас между Украиной и Россией, они очень сильно тяготят. Я, естественно, очень так же переживаю, также очень много начитываю мантру и мантры для определенных целей. И, естественно, как бы то, что происходит, оно сказывается на состоянии всего общества, и меня в том числе. И в таком состоянии я подумал, что как бы было бы хорошо получить благословение. И что самое интересное, в состоянии медитации я рядом с собой увидел свою супругу. И совершенно спонтанно, как бы, знаете, бывают такие состояния, когда хочется от всего абстрагироваться и просто вот куда-то улететь. И точно такое же состояние у меня проявилось. Я как бы обнимаю супругу, говорю, полетели. И мы перемещаемся в город Дварак, священный город, в котором располагались дворцы Кришны, точнее, дворцы принцесс Кришны, те самые дворцы, которые Кришна построил для каждой из своих супруг богинь. И там есть речка, которая впадает в океан, называется Гомата, или Гомта, или Гомата. Го переводится, по-моему, корова, Мата – это мать, священная мать корова, как-то так вот переводится имя реки. Но я могу ошибиться, если кто знает, у кого больше информации, это так, на вскидку сейчас попробовал интерпретировать. Если у кого-то больше информации, можете написать в комментарии. Вот, и там есть вот эта река, которая впадает прямо рядом с городом в Аравийское море, в океан. И это место считается очень священным. Там есть несколько хатов, несколько мест омолений. И мы когда были, дети там купались, резвились. Я даже записал ролики на канале эти есть. Они на верблюдах ездили, на таких вот как раз. Там как бы, когда прилив воды, речка наполняется. Когда отлив, вода опускается, и нужно ходить по дну речки. Ну, очень интересно. Речка такая, конечно. И в этом состоянии как бы я перемещаюсь туда, но я понимаю, что я перемещаюсь не потому, что это моё желание и моё настроение. Я почувствовал некое игривое настроение именно божества, которое есть в этом городе, в священном городе. Там есть божество Дварка, или, ой, не Дварка, а Дваркадиш. Простите, город Дварка называется, или Дварка, а божество, которое находится, основное божество, оно называется Дваркадиш. И оно очень красивое. Оно настолько прекрасное. И храм, в котором находится это божество, друзья мои, это просто великолепнейшее сооружение. Знаете, такого нектарного храма, я, наверное, вот такого сладкого храма я нигде не видел, не встречал. Вообще как бы храмы Кришны, они все разные, они все по-своему сладкие, потому что в каждом храме придаётся своё какое-то настроение. Вот когда мы были в Удупе, божество в Удупе, оно несёт в себе элемент маленького Кришны. А это маленький ребёнок, это вормишка, как правильно, вор... воришка, вормишка, воришка, да, это маленький сладкий воришка, который крал масло там, где-то шкодничал там, дёргал за косичку ратхарани там, вот, они из-за этого, за это его там все десятером там колотили тоже неслабо, там флейту у него забирали ни разу, он просил там со слезами, верните мою флейту, и так далее. Вот. И вот эти вот сладкие энергии в этом городе Удупе, ты как будто бы находишься рядом с маленьким Кришной, да, вот это вот, не знаю, это очень божественное впечатление. Вот. А в Дварке по-другому, другие энергии. В Дварке энергии больше царственные, царственные, нектарные, такие божественные нектарные. Так вот, когда мы перенеслись в этот, в эту священную реку, Гомта, да, я почувствовал, что на самом деле вот эта мысль перенестись туда, она была не моя. Что самое интересное, во время того, как я перемещался, удерживая в охапке свою супругу, вот, я понимал, что эта мысль была не моя, и я лечу, потому что, потому что, друзья, этот Дваркадиш решил преподать мне какой-то урок, трансцендентный урок, благословение какое-то, да, я чувствовал эту энергию, я понимал, что это его мистическая энергия так проявляется, его вот это вот, мы когда там находились, а храм Дваркадиш находится от места омовения, наверное, на расстоянии 200-250 метров, совсем близко, вот, и переместившись в эту священную реку, мы сразу же, ну, я сразу же с супругой, мы начали совершать омовение в этой священной реке, обращаясь к Божественной Матери, Божественная Мать Гамата, пожалуйста, очисти нас от трудностей, от препятствий, очисти меня, мою супругу, моих детей, моё будущее, моё прошлое и так далее, и так далее, я понимал, что на самом деле это всё урок от Дваркадиш, он показывает величие и святость этого святого места, он показывает величие священной реки, он показывает, он даёт понять, что он даёт мне таким образом благословение, потому что мы когда были там, мы были в таком взъерошенном состоянии, что очень тяжело было, к сожалению, город Дварка нам дался очень тяжело и у меня самые дурные впечатления были, но сейчас уже как-то энергии подуспокоились, вот, и сейчас начинают идти благословения одно за одним, одно за одним, и я понимаю, что видимо какие-то, да, мы же поехали туда, в Индию сразу после Украины, а с такими кармами туда, конечно, лучше не ехать, то есть энергии Украины это какие-то адские энергии, дьявольские, да, и в этом энергетическом состоянии ты приезжаешь туда как зомби какой-то, вот, и я не знаю даже, вот, я довольно спирно себя чувствовал, вот, и только вот сейчас вот всё это начинает рассеиваться, знаете, и Шридваркадиш, он послал именно такое благословение, да, я понимал, что на самом деле это он, это его, благодаря его милости происходит это чудо, и мы совершаем омывение с супругом, да, то есть мы как вот обнялись, вот, в том месте, где мы живём, да, и переместились также в состоянии объятия, и совершали омывение также в состоянии объятия, то есть мы как бы не отпускали друг друга, и вот в состоянии под водой я вижу, как наши тела, мы насыщаемся этим голубым светом, мы сияем просто неземным божественным светом, и я понимаю, что это Даршин, это Даршин в Аркадиша, это Даршин священной реки, Даршин священного места, и мы раз, не знаю, раз 20 приседали с таким удовольствием, с таким наслаждением, и в какой-то момент выныривая из воды, я выглядываю, и я очень хочу повернуть голову, посмотреть на берег, у меня такое чувство, что там что-то происходит, что-то жуткое происходит, там какие-то мёртвые энергии, я поворачиваю голову, я смотрю, как по берегу идут, ну, грубо говоря, мёртвые, мёртвые духи, на самом деле, как бы это выразить, это были астральные тела людей, которые ведут нечестивый, неправильный образ жизни, или тех, кто обладают демоническими настроениями, вот, и из-за того, что я совершал омовение в этой священной реке вместе со своей супругой, вот, карма очень быстро начинает возвращаться, и люди, которые причиняли какие-то обиды, вред, да, там по этому берегу шло, ну, человек 15-20, причём первых я видел очень ярко, ну, других не стал рассматривать, потому что, знаете, энергия какой-то мертвичины, жуткое впечатление, вот, и они шли по берегу, я понимал, что даже если не живут в этом материальном мире, то в духовном мире они уже мертвы, и у них нет будущего, у них вообще нет будущего, и это одна из тех причин, по которой я всегда говорю, что не надо втягиваться в разборки, есть духовная практика, есть духовная традиция, надо продолжать духовную практику, и благодаря духовной практике карма просто им вернётся очень быстро, то есть, совершая омовение в священной реке, мы с супругой вынудили вернуться к карму, или какой-то вернуться к тому негативу, который, допустим, посылается периодически в нашу сторону тем людям, которые, условно говоря, негативят, да, то есть, проявляют какую-то агрессивную позицию относительно меня или же, допустим, моих близких, да, вот, и в мгновение ока карма им возвращается, то есть, что я хочу сказать, что именно Швидваркадиш, он таким образом дал понять, что кари-юга это время, которое всё равно будет продолжаться, вот, придёт Сатья-юга или пришла уже Сатья-юга золотой век, потом всё равно Сатья-юга закончится, и кари-юга продолжится, потому что это вкрапление, вот, но мы должны понимать, что такие люди всегда будут, их всё равно очень много, к кари-югу их очень много, бороться с ними, с ними нет смысла, нет необходимости, намного разумнее будет продолжать духовную практику, но использовать духовную практику в качестве защиты, да, то есть, любая духовная практика, она предоставляет защиту, и вот, омовение в священной реке, как, собственно, все другие практики также, они дают определённую защиту, как это работает, омовение в священной реке просто возвращает в сотой доли секунды возвращает негатив, посланный вам или нам, допустим, да, к их владельцам, всё, мы ничего не делаем, мы просто совершаем омовение в священной реке, и это работает, друзья мои, это также работает, как, ну, обратите внимание, я никуда не ездил в последний месяц, да, то есть я сейчас отдыхаю от последней поездки в Индию, потому что она довольно тяжело далась, вот, и, но в то же самое время, находясь в состоянии астрального тела, в состоянии медитации, вот, выполняя омовение, я такое же получаю благословение, как и если бы я был в этом священном месте и совершал омовение в физическом теле, то есть я получаю благословение, ну, не меньше, понимаете, что я хочу донести, и если у нас есть какие-то трудности, есть какие-то проблемы, то совершайте мысль на омовение в священных реках, можно посмотреть фотографии в интернете, любой священной реке, которая нам нравится, вот, совершая омовение, мы призываем благословение богине, но, опять-таки, нужно находиться в состоянии открытого сердца, чистого сердца, всевозможное демоническое настроение не будет это работать, но, как бы, не смотрите на других людей, которые там считают, что вот это неважно, непринципиально, потому что есть такие люди, действительно, есть, к сожалению, ну, или это нормальное явление в Калиюг, да, вот, состояние заблуждения, и совершая каждый день омовение, мы сможем привлекать благословение той или иной священной реки, плюс подобная практика создает предпослуги для того, чтобы мы поехали в ближайшее время, совершили омовение в той или иной священной реке, допустим, в Ганге или в Ямуне, да, допустим, если мы совершаем омовение в священной реке в Ганге, то в течение полугода или года сложатся обстоятельства, когда найдутся деньги, когда появится группа, которая хочет поехать в эти святые места, и мы таким образом все вместе с этим совершим омовение, получим даршан, получим благословение, промедитируем, позанимаемся, ну, и так далее, и так далее, да, то есть это хороший способ выражать намерение, привлекать благословение, и богиня сама, богиня Ганга, она сама создаст все условия для того, чтобы мы туда съездили, получили даршан. Точно так же, как относительно любой другой богини, о которой идет речь, традиции индуизма или же те священные реки, которые есть у нас. Как-то так к нашим священным рекам также можно относиться с большим уважением, но весь материал надо искать в интернете. Я, наверное, в ближайшее время запишу ролик относительно почитания священных рек, поищу, по крайней мере, поищу, как это делается. Если кто-то, возможно, есть какая-то информация, может быть, скинете какой-то интересный материал, я его зачитаю, прокомментирую, разъясним все вместе. Как-то так. Поэтому на негодяев всевозможных, жуликов, лиц с демоническими настроениями внимания не обращайте, просто продолжайте свою практику о божественной личности, божества, богини, они, традиции индуизма, они сделают все за нас, все, что нам нужно. Мы должны идти по своему пути, развиваться. А защита она есть всегда. Всем джай, джай джиганадха, до новых встреч.